нашему Господу. Итак, друзья, сегодня у нас праздник. Вообще, этот праздник не только у нас, но и во всей Церкви Иисуса Христа. День Пятидесятницы или День Святой Троицы. Вообще, что это за день? Это день рождения Церкви. После воскресения Иисуса Христа на Пятидесятый день родилась Церковь. Церковь не могла родиться, она не могла появиться до тех пор, пока Христос был на земле. Но как только Христос ушел на небо, вознесся в своей славе, Он послал на землю Святого Духа, и образовалась Церковь, родилась Церковь. Слава Богу! Но я, вы знаете, сегодня хотел бы, может быть, некоторым людям напомнить, а некоторым людям, может быть, это будет откровение для них. Я хотел бы сегодня говорить о Церкви. Вот что такое Церковь? Как мы понимаем? В нашей стране очень часто церковь мы ассоциируем с храмом. Обязательно должны быть купола, желательно, чтобы они были позолочены, обязательно должен быть крест. Это здание. То есть в нашей стране мы обычно ассоциируем Церковь с зданием, строением. Я не знаю, как вы, но был такой момент, когда я только пришел к Богу. Это было начало 90-х годов, и был открыт железный занавес, атеизм рухнул, люди начали обращаться к Богу, идти в Церковь. Было такое, ну, может быть, такое даже повальное движение. Люди шли в храмы, храмы были полные, там людей было битком. Такое было духовная жажда. И я все время думал, что вот Бог, Он живет вот в храме. И для меня всегда было такое, что Бог живет вот храм на труда. Я все время, такая внутренняя ассоциация, что Бог живет там. И если я хотел вот как-то поговорить с Богом, излить свою душу, я знал, где Он живет. И я шел туда и как-то вот пытался излить свою душу. Но вы знаете, это не совсем правильная ассоциация. Очень часто люди именно так думают. Они думают, что Бог живет в каком-то здании. Мы привыкли так, потому что у каждого из нас есть какое-то жилье, есть дом, квартира. И мы живем в этом доме. И если я хочу кого-то увидеть, то мне нужно пойти к этому человеку домой, зайти к нему, прийти к нему в гости и поговорить. Ну, правильно, да, правда, так выглядит. И мы очень часто думаем также и в отношении Бога. Мы думаем, что Бог живет где-то и в каком-то доме, и этот дом какой-то особенный, и я пойду в этот дом, и там встречусь с Богом и поговорю. Но это абсолютно не библейское понимание. Библия, она говорит немного о другом. Она говорит о церкви не как о здании, не как о строении. Сегодня я хочу прочитать несколько текстов из Священного Писания, чтобы мы могли все-таки окунуться вот в эту атмосферу, все-таки до конца понять, что является церковью или кем она является и кем не является. Давайте мы откроем первый текст Священного Писания. Это книга «Деяния апостолов», 17 глава. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. И мы прочитаем с вами с 24 стиха. Апостол Павел говорил очень ясные и четкие мысли в отношении Бога и его места пребывания. Послушайте. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Братья и сестры, друзья, в ваших Библиях также написано. Четко и ясно мы должны с вами это понять. Бог, который сотворил мир и все, что в нем, моря, сушу, животных, деревья, растения человека, Он является Господом неба и земли. И Он не живет в храмах, которые построены руками человека. Запомните это. Бог не живет в рукотворенных храмах. 25 стих, посмотрите. И Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, но сам давая всему жизнь и дыхание и все. Очень часто мы думаем, что Бог живет в каком-то здании и еще мы думаем, что Бог в чем-то нуждается. И нам нужно обязательно что-то сделать для Бога. Руками, что-то совершить. Но Бог не требует служения рук. Он ни в чем не нуждается. Мы люди, очень часто мы судим, но в отношении Бога судим по себе. Мы в чем-то нуждаемся и мы требуем какое-то служение рук. Но Бог ни в чем не нуждается. И Он не требует от человека служения рук. Как будто он в чем-то нуждается. Послушайте. Библия говорит, что Бог дает Сам всему и жизнь, и дыхание, и все. Дальше. 26 стих. Апостол Павел пишет. От одной крови. Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Еще Он говорит очень важную вещь. Он говорит, все люди произошли от одной крови. Поэтому, когда мы можем слышать, вот эта кровь еврейская, эта кровь русская, эта кровь армянская. Я помню, когда в моей жизни была трагедия, и я лежал в больнице, переливали кровь, и много людей приходило, переливало кровь. И я помню, как-то в одной церкви ко мне подошел один армянин и говорит, Денис, ты знаешь, что в тебе течет армянская кровь. Я говорю, как это? Он говорит, я очень много крови сдал для тебя. И он так, знаете, армянская кровь. Но мы должны понимать, да, мы разделяем здесь на земле как-то человека по национальности, но Бог, здесь написано, Он произвел людей от одной крови. Аллилуйя! От одной крови. Смотрите, Он произвел людей, и Он назначил определенные или предопределенные времена и пределы их обитания. То есть Бог предопределил каждому человеку появиться на этой земле в определенное время и уйти с этой земли тоже в определенное время. Послушайте, каждый из нас знает дату своего рождения. Каждый из нас. Но мы не знаем дату нашей смерти. И знаете почему? Потому что это не в нашей власти. Потому что это предопределение Божье Он определил. Конечно, мы можем сократить нашу жизнь, если мы бездумно, если мы несерьезно относимся к нашей жизни, предаемся греху, разврату. Мы сокращаем наше пребывание здесь, на этой земле. Но для человека, появившегося в этот мир, любящий Господа и следующим за Богом, этому человеку предопределено время и место его смерти, время его отшествия. Так написано в Божьем Слове. Для чего же Бог тогда поселил человека на земле? Почему я живу вот именно в это время? Не в 18 веке, слава Богу, не в 16, а живу именно вот в это время, время технологий, время того, чего не было в те времена, в которые раньше жили люди. Почему я живу именно в это время? А 27 стих дает ответ. Дабы они, люди, которые живут на земле, по всему лицу земли, обитают. Дабы люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он, и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. И далее Павел подводит итог. Посмотрите, он говорит вначале, что Бог поселил человека с одной целью, чтобы человек искал Бога. И дальше он подводит итог в 29 стихе. И он говорит, итак мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. И мы, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться, потому что Он назначил день, в который будет судить все племена. Послушайте, Господь желает, чтобы мы знали правду. Он желает, чтобы мы отвратились от лжи. И первое, чтобы мы поняли, что Бог не живет в рукотворенных храмах. Второе, что Бог не является, ну или не может являться, как мы думаем, божеством из золота, серебра, камня или еще какого-то вымысла человеческого. Но так бывает. Люди живут, и они создают себе богов, образы. Они делают себе богов. Но Библия ясно нам говорит. Итак, друзья мои, мы поняли с вами, что божество не может быть, как золото, подобно золоту или серебру. Мы также поняли, что Бог не живет в рукотворенных храмах. Тогда, друзья, где же Он живет? Где же найти Бога? Если Библия говорит, чтобы вы искали Бога. Ну, мы так привыкли, когда мы нуждаемся в Боге в какое-то трудное время, в горе, в страдании, в искушении, мы бежим. И я бежал вот в это место на улице Труда. Я думал, там Бог живет. Где же Его искать? Где Он живет? Послушайте, я хочу показать еще одно место из Священного Писания. И мы говорим с вами сегодня о Церкви. Второе послание к Коринфянам, 6 глава. Мы будем читать с вами с 14 стиха. Апостол Павел пишет в Церкви в Коринфа. «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» И 16 стих. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут Моим народом». Послушайте, братья, сестры, дорогие друзья. Где живет Бог? Он сам говорит об этом через апостола Павла. Он говорит, где можно найти Его? Послушайте. Он обращается к Церкви. Он обращается к людям, которые покаялись, которые приняли Иисуса Христа верою, которые не просто номинальные верующие, но люди, посвятившие свою жизнь Господу Иисусу Христу. Он говорит, «Вы – храм Бога живого». То есть «вы – церковь». А что такое церковь? А церковь – церковь вообще – это не русское слово. Это слово иностранное. Экклезия. Что в переводе означает «собрание», «сообщество». Церковь – это не здание. Храм – это здание. Храм – это стены, ну, в том понимании, в котором мы видим. Но церковь – это люди. Церковь – это собрание людей, которые верят в Иисуса Христа. И здесь Господь говорит через апостола Павла, «Вы – дом, в котором живет Бог». Он обращается к людям и говорит, «Вы – люди, вы – церковь, вы – дом Божий, в котором живет Бог». И дальше сам Дух Святой, он говорит, «Вселюсь в них». Далее – буду ходить в них. Далее – и буду их Богом. И они будут моим народом. Где живет Бог? Бог живет в церкви. Мы читаем и можем прочитать с вами Матфея, 18 глава, 20 стих. Здесь написано, где двое и трое, слова самого Христа, будут собраны во имя Мое или ради Меня, Господь говорит, «Я буду там». Двое и трое собраны ради Христа. Он говорит, «И я буду там». Поэтому для нас должно быть четкое и ясное понимание, что Бог не живет в стенах. Вот просто представьте, вот мы все ушли и оставили это помещение, этот дом. Останется здесь Бог? Нет. Ему нет интереса быть в пустом помещении. Бог заинтересован в людях. Бог желает быть посреди людей, в среде людей. Бог желает действовать через людей. Поэтому Он сказал, «Для Меня теперь другой дом». Вы знаете, когда мы читаем Ветхий Завет, удивительные прообразы. Бог именно так жил. Он жил сначала в скине, это был большой шатер, большая палатка. И люди приходили, они знали, что в этом шатре, в этой скине, в этой палатке живет Бог. И люди приходили туда, они просили что-то у Бога. Потом появился храм Соломона. Его строили из больших камней 46 лет. И люди приходили на поклонение Богу в этот храм. Мы читаем книгу Даниила. Он был в чужой стране. И кто помнит, как он молился? Он поворачивался лицом к храму, к Иерусалиму. Он понимал, что там, в этом храме, живет Бог. Но когда пришел Новый Завет, когда пришел Иисус Христос, умер за грехи людей, воскрес по Писанию и вознесся в славе. И Отец послал Святого Духа. Очень многое поменялось. Бог сказал, «Я больше не буду жить в стенах, я больше не буду жить в рукотворенных храмах. Я избираю себе живой камень. Я избираю себе живой организм. Я буду жить в теле». И Он назвал тело своей церковью, собранием, экклезией. Слава Иисусу! Поэтому всякий верующий человек, как индивидуально, так и все вместе, имеет прекрасную возможность впустить Христа в свое сердце, впустить Его Дух. И Божий Дух наполняет сердце человека, наполняет душу. И Бог говорит, «Я буду жить в человеке, я буду ходить в нем, я буду прославляться в нем, я буду действовать в нем». Поэтому собрание рожденных свыше Христос назвал церковью, голубицею, невестою. Вы знаете, что Бог, Он не придет за отдельным человеком. Бог не заберет отдельного человека. Бог придет за невестой. Жених приходит за невестой. И невеста является церковью Иисуса Христа. Мы, как церковь, собрание верующих людей, мы являемся Его невестой. И именно за невестой придет Христос. Невеста должна хранить себя в чистоте, и ее светильник всегда должен гореть. Слава Богу! Я хочу еще показать один текст, одно место из Священного Писания. Послание к римлянам, 16 глава, 3 и 4 стих. Давайте мы откроем с вами и прочитаем. Римлянам, 16 глава, 3 и 4 стих. Послушайте, апостол Павел пишет послание к римлянам, и в конце такое приветственное слово, но мы можем кое-что увидеть. Смотрите, он пишет. Приветствуйте Прискилу и Акилу, то есть это семья, муж и жена, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою положили за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников. Смотрите и дальше. И домашнюю их церковь. Смотрите, мы ясно видим, что церковь находилась в доме. Домашнюю их церковь. То есть это же не значит, что в доме был какой-то храм. Правда? Храм Соломонов в миниатюре или может быть какой-то другой храм. Мы видим, четко и ясно апостол Павел указывает. И домашнюю, приветствуйте, и домашнюю их церковь. То есть у них в доме собирались верующие люди. И вот это собрание верующих людей апостол Павел и называет церковью. Смотрите, еще одно место. Послание к Колоссянам, 4 глава. Мы можем открыть 4 глава, 15 стих. Это тоже приветствие. Посмотрите. Приветствуйте братьев Владики и Нимфана и домашнюю церковь его. Опять мы можем видеть, что у этого человека Нимфана в доме собирались верующие люди. Они приходили, возможно, каждый день, а может быть, каждую неделю. Они собирались там, молились, читали Божье Слово, прославляли Господа. Мы видим четко и ясно, что церковь – это не стены, церковь – это люди. И я, если верю в Иисуса Христа, если я принял Его, я могу сказать, что я принадлежу церкви. Я являюсь частью церкви Иисуса Христа. Аминь, братья и сестры. Аминь. Пусть Бог нас благословит. Вы знаете, ну, конечно, это теперь нам ясно, что Бог живет в среде людей, в среде людей верующих. Нам это понятно. И если мы не будем собираться в этом доме, а где-то в другом Бог будет и там, Он обещал быть с нами. И если мы даже пойдем и соберемся где-то на природе, на улице, и не будет стен, и все равно Бог будет с нами. Правда? Это замечательно. И Он сказал, я никогда вас не оставлю и не покину. Это здорово. И мы должны помнить, но до сего я знаю, что есть некоторые люди, которые думают, что когда они выходят из дома молитвы, Бог оставляет их. И они живут такой жизнью. Упаси Господи! Но Бог дал это прекрасное обетование быть с нами. Мы церковь. Мы Его люди. Мы Его народ. Божий народ. Ну, теперь я хочу такую дать мысль. А для чего Господь создал церковь? С какой целью? Ну, понятно, конечно, в первую очередь, чтобы люди спаслись и могли укрыться в церкви. Мы получаем спасение, мы укрываемся, мы ждем нашего Господа, мы поддерживаем друг друга, заботимся, преображаемся в Его образ. Неужели только для этого? Нет. Сегодня уже читали об этом, что в день Пятидесятницы сошел Святой Дух. Это не просто какое-то, знаете, такое легкое переживание. Бог наделил церковью силой. И были пророчества еще в Ветхом Завете, что вы примите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. Для чего Бог создал церковь и наделил ее силой? Послушайте. Он создал церковь и наделил ее силой с одной, но очень важной целью, чтобы Его церковь явила собой Иисуса Христа, этому грешному миру. Мы читаем Ветхий Завет и в Ветхом Завете мы видим, что Бог особо относится или отделяет израильский народ. Евреи это был народ, который Бог избрал для того, чтобы показать всем остальным народам о том, какой великий Бог, сколько чудес Бог совершил в среде этого народа, сколько освобождений, когда падала манна, вышли из Египта, шли по морю и народы, окружающие Израиль, окружающие евреев, они видели это и говорили, действительно, их Бог очень сильный, их Бог очень могущественный, их Бог любящий. Но когда пришел Христос и организовал церковь, то теперь именно через церковь теперь мы являемся народом Божиим из разных наций, из разных субкультур и культур. Мы являемся Его детьми, мы являемся Его церковью, и именно через нас, именно через Его церковь, Господь хочет явить себя, показать людям, которые еще вдали от Бога, показать им свою красоту, свое могущество, свою любовь. Поэтому Бог наделил церковь силою, и Он послал ее проповедовать, быть свидетелем, не просто, что да, вот я засвидетельствую, что Иисус любит вас, но явить Христа этому миру. Вот для чего Бог создал церковь. И каждый из нас в отдельности, и мы все вместе, как Его тело из многих членов, мы имеем это прекрасное обетование, явить Христа этому миру. Мы Его тело. Церковь это Его тело. Христос является главой, а мы Его тело. Вы знаете, у меня после операции последней немножко задели нерв, и в результате этого моя стопа, она, ну так, болтается. То есть, я хожу, как, ну, как одна сестра сказала, ты ходишь, как конь. То есть, так вот, ногу не с пятки на носок, а с носка. То есть, ну, вот как конь, выбрасывают. Одной ногой нормально, а другой, как конь. И это создавало мне большие неудобства, потому что я постоянно спотыкался, цеплялся, даже падал. На машине вообще никакой речи ездить, потому что стопа падает, то есть, либо газ, либо тормоз. Ну, представьте, невозможно. Ну, мы раздобыли один такой предмет, как стоподержатель. Слава Богу, за китайцев. Они придумали. И, видите, я могу уже, как бы, ходить, ну, с пятки на носок. Это не, его не видно, но это дало мне возможность ездить на автомобиле. то есть, я двигаю ногой, газ, тормоз, и мне постоянно нужно, так как машина автомат, а мне разрешили только на автомате ездить, то я могу газ, тормоз, ногу так перекидываю. Но знаете, что я обнаружил? Я обнаружил, что нерв начал восстанавливаться. то есть, начали происходить такие импульсы, нога потихоньку начала дергаться. Почему? Почему это пришло? Откуда? Вот здесь. Голова подает определенный импульс нерву. То есть, если вдруг красный свет, нужно срочно ногу перекинуть с газа на тормоз. И здесь срабатывало перекинуть. Подавался импульс, и я переставлял ногу. И потом на газ. И постоянно вот этот импульс в голове, в голове, и в конечном итоге нога начала потихоньку работать. до этого никакие физические упражнения мне не помогали. Импульс. Послушайте, к чему я говорю, о чем я говорю. Сам по себе человек, он не способен являть Христа. Потому что мы люди, мы, знаете, как вот это вот шлеп нога. Мы можем только, нас тянет в основном только к какому-то плохому. Если делать какое-то доброе дело, то мы всегда преследуем какую-то свою корыстную цель. Мы люди сами по себе абсолютно не способны явить Христа. Но когда мы принимаем Христа, мы делаем Его нашим Господом. И Дух Божий вселяется в нас. И я становлюсь телом, частью тела Иисуса Христа. А Христос является головой. И тогда Христос подает некие импульсы, и тело, оно начинает функционировать и получать от этого удовольствие. Я еще не совсем получаю удовольствие от езды на автомобиле. В 9 лет не ездил, и потом вдруг сел. Но мне уже нравится. жену уже подвинул конкретно. И точно так же и с церковью. Если мы позволяем Богу давать вот эти импульсы, и потом делать что-то нашими руками, нашими ногами, нашим сердцем, наша жизнь, начало нам нравится, а потом мы начинаем получать удовольствие от святости. Послушайте, мы с вами никогда не получали полного удовольствия от греха. Никогда. Это было всего лишь временно на тот момент, когда ты делал грех. А после того, когда ты сделал грех, в твою жизнь приходило опустошение, разочарование, ты как будто тебя окунали в какую-то грязь. И так происходило каждый день. я один такой или все-таки еще есть люди. Даже сейчас, послушайте, когда мы согрешаем, мы теряем радость и мы теряем мир, который Господь дал нам в результате покаяния. Вы чувствуете это? Мы это осознаем, понимаем и все равно в грязь лезем. Странно. А знаете почему? Потому что мы не позволяем Христу, чтобы Он подавал нам свои импульсы. Мы не позволяем Христу действовать в нашей жизни. Мы не до конца осознаем, кто мы. А Христос в другом месте через апостола Павла говорит, разве вы не знаете, что вы храм? В этом тексте в Коринфянам он говорит, вы храм, а в другом месте говорит, разве вы не знаете? И получается, что многие люди не знают, что они являются домом Духа Святого. И если мы это осознаем и понимаем, что Дух Божий Он внутри меня и Он живет здесь и Он тянет меня к святости, Он тянет меня к действиям, Он желает руководить мной, чтобы я был Вадимы им. Не Вадимы Вадимом, да? Не Вадимы пастором, а Вадимы Святым Духом. Тогда наша жизнь будет иной. Мы полюбим святость, мы будем желать святости, мы поймем, что в святости жить это прекрасно. И мы будем не просто осознанно, осмысленно, мы просто будем обходить всякую грязь этого мира, потому что она не делает нас счастливыми. я хочу показать еще один текст, послание к евреям, третья глава. с первого стиха. Итак, братья святые, я добавлю, сестры, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Уразумейте Иисуса Христа разумом и дальше, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. И дальше, ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы. дом же его не дом молитвы Новострецова 6, а дом Его, дом Христа, это мы, братья и сестры, аллилуйя, я являюсь домом Божьим. Во мне живет Бог. В церкви скажите мне, где обитает Бог? Адрес. Адрес. Где обитает Бог? Адрес. Нет, нет. Вот как человеку рассказать, где Бог, вам нужно встретить Бога, где Бог обитает? Там, где мы. Вы слышите? Бог обитает там, где мы. Скажите мне, где обитает церковь, и я назову вам адрес, куда нужно прийти и встретиться с Иисусом? Вы слышите? Вострецово 6 и не только Молодогвардейская 24, 4, в пятницу в 6 часов там обитает Бог. В пятницу в 6 часов вот там на Молодогвардейской там обитает Бог. Почему? Потому что там собирается домашняя их церковь. У кого? Приветствую вас Евгении и Наталье Тошины и домашнюю вашу церковь, которая собирается по пятницам, там, там можно увидеть Бога, пережить Его. Вы понимаете, братья и сестры? Церковь это мы с вами, место обитания Бога, явление славы. Вот почему мы должны относиться друг к другу очень осторожно, благоговейно. Что это значит? Это значит, что в каждом из нас живет Святой Дух. Я говорю про рожденных свыше. В каждом из нас живет Святой Дух. Поэтому прежде, подходя человеку, общаясь с ним, я вижу в нем не просто сестру, не просто брата. Я должен видеть в нем дом, в котором живет Бог. Дом, в котором живет Христос. Дом, в котором живет Святой Дух. И если я буду относиться к каждому из вас, а вы ко мне именно так, тогда будет пребывать посреди нас его любовь и его характер. Кто бы хотел обидеть Бога? А почему мы тогда обижаем тех, в ком живет Бог? Кто осуждает, кто бы хотел осудить Бога? Никто. Но почему мы осуждаем тех людей? Может быть, они неправильно поступают в чем-то. но мы осуждаем тех людей, в которых живет Бог? Мы очень часто хотели бы сделать добро Иисусу Христу. Сделать доброе для Христа. Но почему-то нам не всегда так хочется сделать доброе тем, в ком живет Бог. Бог. Дорогой брат, муж, если ты имеешь жену верующую, знаешь, она не просто твоя жена, она еще твоя сестра. И более того, она еще является домом, в котором живет Святой Дух. И если ты это поймешь, жена в отношении своего мужа и муж в отношении своей жены, вы никогда не сможете друг друга ранить, так специально обидеться, уйти, оскорбить. Потому что